Просто напомню. Второй Майдан это нежелание граждан страны сменить режим крестного отца Тереза По сути, вышедшие на Киевский Майдан незалежности требовали от власти изменить экономический вектор развития Украины, стать частью мощного и процветающего Евросоюза. Понятно, в лозунгах было больше романтики, нежели здравого смысла. Войти в постиндустриальную Европу, часть которой уже живет в информационном обществе, означает проведение серьезной домашней работы и, прежде всего, подготовки всей экономики, всего промышленного комплекса Украины к организационным и техническим стандартам действующим в европейском сообществе. Естественно, для выполнения такого задания нужны колоссальные финансовые ресурсы. Этот фактор, по многим причинам, всерьез не рассматривался. Главное победить, потом договоримся. Евросоюз пошел на встречу Украине. Напомню, что 22 апреля 2014 года, вскоре после победы Революции Достоинства, Евросоюз в одностороннем порядке снизил или вовсе отменил таможенные пошлины на украинские товары. Фактически в одностороннем порядке была введена в действие экономическая часть соглашения об ассоциации Украина и ЕС. Стоит посмотреть на промежуточные результаты входа Украины в европейский рынок. Беру самые свежие данные. По итогам первой половины 2015 года экспорт из Украины в страны Европейского Союза сократился на 36%. С почти 9,5 миллиардов долларов до чуть более 6 миллиардов. Импорт на 26% с около 10 миллиардов долларов до 7 миллиардов 399 миллионов долларов. Как видно из статистики, вновь появился торговый дефицит. Это не совсем то, чего украинцы ожидали от либерализации торгового режима со стороны Евросоюза. По состоянию на 31 августа 2015 года Украина полностью выбрала квоты по поставкам в Евросоюз по трем группам товаров. Ячменной крупе и муке, меду, виноградному и яблочному соку. Как и в прошлом году, кстати. Наши производители почти полностью выбрали квоты по сахару, обработанным томатом и овсу. По остальным товарным группам украинские производители свои квоты выполнять не торопятся. По многим причинам. Подчеркну. Молочные продукты не попадут в Европу. Ибо для многих предприятий вопрос переориентации с рынка Таможенного Союза на рынок ЕС означает длительную перенастройку технических, санитарных и фитосанитарных требований. В частности, как отмечает глава Союза молочных предприятий Вадим Чагарановский, сегодня только украинское молоко класса «Экстра» отвечает европейским требованиям. Следовательно, вопрос выхода украинских товаров на новый рынок упирается не только в квотирование, но и в необходимость внедрения новых требований. А это тащит за собой обязательное обновление основных фондов, на что у отечественного бизнеса просто не хватает денег. О промышленной группе товаров и говорить нечего. На долю Крыма, Донецкой и Луганской областей приходилось почти 20% украинского экспорта по данным 2012 года. Этот фактор не успел полностью сработать в 2014 году в связи с тем, что на какое-то время еще продавалась продукция, накопленная на складах. В нынешнем году, разумеется, просто нечего предложить Европе. Хотелось бы увидеть планы правительства и парламента страны по изменению сложившейся ситуации. Увы, но кроме разговоров Киев конкретных действий не демонстрирует.